И стало слово «На века». Под таким названием накануне во Дворце культуры Арктика прошел традиционный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. На сцене звучали духовные песнопения, литературные произведения и русские народные танцы. Колокольный звон стихи и песни – все это создавало душевную атмосферу для зрителей. Мероприятия, направленные на сохранение культуры и традиций славянских народов, в этот день проходят по всей стране. Большую важность имеет как раз-таки проведение мероприятий, связанных с сохранением традиций, языка, культуры. Потому что если у страны, у народа нет культуры и родного языка, получается уже нет страны, ну и будущего. Коллективы этнокультурного центра, Дворца культуры Арктика, детско-юношеского центра «Лидер», а также победители конкурса чтецов исполнили проникновенные номера для жителей и гостей города. День славянской письменности и культуры День славянской письменности и культуры отмечается как в России, так и во многих странах мира. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян. Сегодня у нас ставшее уже традиционным мероприятие. 24 мая вся страна отмечает День славянской письменности и культуры. Праздник с 91-го года стал официальным. Это один из первых государственных официальных праздников Новой России, так скажем. И Наринмар традиционно с 16-го года присоединился к общему празднованию. Приветственное слово к собравшимся передал глава Мизенской и Наринмарской епархии Яков. Друзья мои, дорогие северяне, сегодня все люди, все мы, все, кто говорит и мыслит на родном для нас русском языке, кто живет одной судьбой, все, кто составляет единый народ и даже много больше, весь славянский мир, все мы празднуем наше единение, День славянской письменности и культуры. Стоит отметить, что День славянской письменности важен не только в качестве религиозного праздника, но также направлен на объединение всех славянских стран мира. Катрина Тайборей, Василий Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал Север.